Фердинанда Паэр – итальянский композитор австрийского происхождения. Биография Фердинанда Паэр родился 1 июня 1771 года в Парме, в герцогстве Парма, Пьяченца и Гвастала в семье австрийцев. Его дед Михаэль Пер прибыл в Парму в составе полкового оркестра из Петервардена. Родителями будущего композитора были Джулио Паэр – трубач в оркестре при Дворцовом театре герцогов Пармы, Пьяченца и Гвастала и Франческо Кутика. Первым учителем музыки будущего композитора был его отец, затем он обучался у Гаспара Геретти и Джан Франческо Фортунати. Первая опера Фердинанда Паэра «Гостиница для бродяг» была опубликована в 1789 году, когда автору было всего 18 лет. Осенью 1792 года в Парме она была впервые поставлена под названием «Хитрости любви» или «Время рассудит всех» постановка имела зрительский успех. В 1793 году в Венеции во время карнавала была поставлена его опера «Церцея». Имя композитора стало известно во всей Италии. Фердинанда Паэр получил место капельмистра в Дворцовой капелле герцогов Пармы, Пьяченца и Гвасталлы. В 1797 году он переехал в Вену, где получил место капельмистра в Керннер Туртеатре. Здесь композитор познакомился с певицей Франческой Риккарди, на которой женился в 1798 году. В театре Фердинанда Паэр поставил несколько опер, в числе которых были написаны им в 1799 году «Камила» или «Подземелье» и в 1801 году «Ахелл». В 1802 году он получил место капельмистра в Дрездене при Дворцовом театре Курфюрста в Саксонии, куда его жену пригласили в качестве оперной певицы. В 1804 году им была поставлена опера «Леонора» и в том же году Фридрих Август I Курфюрст Саксонии даровал ему по жизни название «Капельмистра». В 1807 году армия Франции вошла в Дрезден. Композитор понравился Наполеону Бонапарту, и император забрал его сначала в Варшаву, затем в Париж. Ему было назначено содержание в 28 тысяч франков. Фердинандо Паэр сочинил свадебный марш для Наполеона Бонапарта и Марии Луизы фон Габсбург, герцогини Пармы, который впервые прозвучал на церемонии венчания императора и императрицы 2 апреля 1810 года. В 1809 году композитор написал свою самую известную оперу «Аньези», успех которой сделал его известным во всей Европе. Опера была поставлена на сценах главных театров Милана, Неаполя, Рима, Вены, Лондона и Парижа и оказала глубокое влияние на последующее поколение композиторов. В 1812 году Фердинандо Паэр сменил Гаспарис Пантини на посту дирижара в театре опера «Итальян» в Париже. Он сохранил это место и после реставрации, супруга оставила его и композитор сошелся с оперной певицей Анжеликой Каталани. В 1823 году оставив пост дирижара в театре опера «Итальян», где его сменил Джайкино Россини, он стал преподавать композицию. Среди его учеников были Ференц Лист и Фердинандо Орланди. В 1824 году Даниэль Обер изобразил композитора в пародийной роли сеньора Астучо в опере «Був. Концерт во дворе». В 1831 году Фердинандо Паэра избрали академиком в Академию изящных искусств Франции. В 1832 году он получил место капельминистра в капеле короля Луи Филиппа I. Ему было доверено чтение надгробной речи на похоронах земляка и коллеги Винченцо Беллини. В 1835 году Фердинандо Паэр умер 3 мая 1839 года в Париже. Во Франции в возрасте 67 лет творческое наследие. Творческое наследие композитора включает 55 опер, 9 церковных сочинений, 13 контат, вокальных и камерных сочинений. Продолжение следует...